10 мультов. Это, сука, 5 однокомнатных квартир, 56 квадратов. Во Владике. Ну, 2 миллиона в новостройке. 5 штук. Нет, 5 штук. Слушайте, как поют 10 миллионов. 10 миллионов? Иди нахуй сюда. Вот имитация строчки стоит 10 миллионов. Это что за дизайнер? Такое ощущение, как будто он просто подошел и хуй положил посередине капота. Это что за шляпа у него такая? 10 миллионов. Посмотри. Ну, я не делал уже никаких усилий, по сути. Вы нас держите за долб. Такое ощущение, как будто вот эту обшивку делал плотнее. Хоть бы один из вас сказал за тормоза. Субтитры создавал DimaTorzok Мне опять привычка подойти к камеру вплотную, сука. Вот так. Очень долго, наверное, я отсутствовал. Это первое, что я хочу сказать. Я чуть приболел. Люди, которые следят за моим инстаграмом, подписывайтесь, переходите. Пу-пу-пу, слава богу, это не эта дрянь, которая сейчас гуляет. Первое, что хочется сказать, ребят, берегите себя, берегите здоровье. Тревожьте за здоровье, не относитесь к этому халатно, потому что все вокруг болеют. Рома буквально недавно со мной рядом стоял, слег. Просто берегите свое здоровье. Никакие деньги, никакие земные блага, они не могут сравниться со здоровьем, потому что, когда у вас нет здоровья, в принципе, вам ничего остальное не поможет. Здоровье вам и вашим близким. А сейчас мы начнем. Вы когда-нибудь просыпались от звонка, сладко, спишь так, да, часов в 9 утра? Сейчас там скажут, ты что, охуел в 9 спать, да? Неважно, короче, вот спишь, и тебе... Ага, хорошо, я сейчас подойду. Твой друг, товарищ, с которым ты хорошо общаешься, он поздоровался, и первое, что он сказал, я в охуях просто, что такое трехсотка. И у тебя сразу вот это приятное ощущение, бля, сна, да, улетучилось. Просто тебе сказали, что трехсотка это пи***ц какая тачка. Я думаю, дай-ка мне ее сегодня, вот сюда мне ее дай. Поэтому, Макар, ты там, я сейчас и тебе и здесь это все сказал, ну и в камеру все скажу. Всем салам алейкум, братцы, здравствуйте. И вы снова на канале Асата Ченнел. И с вами я, уже чуть-чуть себя прищечу. Шемарат, борода уже в шапке Коли. Я рад вас приветствовать в добром здравии. И надеюсь, также вы по ту сторону своих гаджетов тоже сидите в добром здравии, с хорошим настроением и с улыбкой на лице. И так, у нас сегодня на обзоре долгожданный ТЛС, правильно назвать, да? Тойота Ланд Крузер 300. Ну, я так и хочу назвать. Тойота Ланд Крузер 300, теперь моя очередь. До последнего ждал, пока эти тачки появятся у нас в городе, чтобы у меня были возможности сделать их там на выезде. Мне предлагали приедь в Москву, в Питер, в Ростове. Я ждал до последнего. Посмотрел каждого блогера, который делал обзор на этот автомобиль и думал, я дождусь, я дождусь, пока вы отсосете у Тойоты, вы возьмете в гланды, вот на этот колокольчик, который там оболтается. Все начали ху**рить обзор на этот автомобиль, типа быть первым. Вот эту гонку я не понимаю, чтобы быть первым. Прям в Тойоту приехать и там сделать на нее обзор. Понятно же, какой обзор будет сделан в Тойоте. Приезжаешь к официальному дилеру, и там стоит одна ебаная машина на всю страну. Какой там может быть обзор, да? Не объективный. Не объективный? Вафлерский. Это ты как-то еще мягко сказал. Я же не люблю мягко разговаривать на своем канале. И вот они все, ёб твою мать, трехсотка, они все просто отсосали. Я думал, ну суки, подождите, я дождусь и приколюсь, а что такое трехсотка. Как я привык, да и вообще так делают все, начинаем с внешности. Ебать как эту внешность облюбовали. Неужели вы настолько слепы или одним глазом видите, или у вас только одна часть мозга думает, как будто отключается, как на американских движках, там полублок один отключился, и вот он в экономном режиме ездит. У вас что, с мозгами такая же хуйня? У вас что, инсульт въебал на одну сторону? Вы одним глазом на эту внешность смотрели? По сути, разницы во внешности прям кардинальной нету. Это ебаная монументальная внешность Тойоты за последние хуеву-кукуеву лет. Выведи на экран, пожалуйста, нам последний Land Cruiser 200, который выпускались в 14 или 16 лет, кормили нас одной и той же хуйней. То есть у двухсотки решетка вот эта была чуть-чуть меньше. Короче, фары же были чуть-чуть больше. Линия бампера немножечко была другая. Капот вот с этой трещиной был точно такой же. Я вообще в хуях с этого. Если ты внешне его как-то можешь принять, то изнутри это вообще пиздец как уебично смотрится. Это что за дизайнер? Такое ощущение, как будто он просто подошел и хуй положил посередине капота. Это что за шляпа у него такая? Где вы видели прям вот такую разницу, чтобы вы прям так отсосали у внешности этого автомобиля? Уебанские маленькие фары на ебучку вот такую. Ебасосина у автомобиля. Они просто уже их сделали, решетку сделали шире. Вот сюда добавили решетку. Линии бампера чуть изменили. Все. По сути, ебало осталось плюс-минус одинаковым. Не, Вась, а если у тебя нет денег на новую трехсотку? Хуйня, война. Главное, маневры. Покупаешь старую двухсотку и ждешь, пока лесные братья-китайцы настругают тебе деревянные обвесы из нашего же леса. И будет у тебя мечта тракториста, велосипедиста, альпиниста и садомазохиста. В ней вы можете себя почувствовать настоящим председателем процветающего колхоза. Для этого качаем дром и смотрим цены на двухсотки. Сразу видим, какая машина в запрете, кто хочет продать в три дорога, а кто по хорошей цене. Также в дроме по отзывам определяемся, что нам ближе. Дизель или бензинка? Хотя они обе не едут и не тормозят. И главное, подписываемся на крузак. Для чего? Да, чтобы сразу узнать о новых объявлениях по вашему региону. Ссылки на дром я оставил в описании. Стоимость этого автомобиля, эта тачка в максимальной комплектации, 70 лет, типа, аниверсари, ну, юбилейная какая-то версия. У них там три комплектации. Престиж, там, комфорт, аниверсари. И еще у них, даже здесь, они ебтеи засунули вот эту Toyota Superlux, вся на кнопках никелированные бампера, и хуй кто нас догонит. GR Sport. Такая тачка в максимальной комплектации, вот когда вы заходите на, там, официальный сайт Toyota, стоит 7 с чем-то миллионов. Вот в этой комплектации. По сути, когда вы приходите покупать тачку Зонал, вам ее не за 7 слиху, а миллионов продают. Вам ее продают за 10 с половиной минимум. И это никакие, нахуй, не доп. опции. Это просто чистейший навар. Мы об этом поговорим, и я объясню, что такое вообще сейчас Toyota Land Cruiser. Дальше продолжаем двигаться по внешности этого автомобиля. Диски поменяли, теперь он 6-болтовый. Посмотрим на бока. Вот мы стояли, разговаривали, да, и, ну, интересно же, да, когда... Я, ну, пожалуйста, да, это говорю. Интересно же, когда вокруг автомобиля очень много шумихи. Эти невоводы, они просто какое-то отдельное подразделение человека на планете. Там он ехал спокойно. Отсюда он ебнул, блядь. Ну, салам тебе, дружище. То есть, вообще, в моем понимании, не только касаемо автомобиля, а вообще, когда что-то новое, оно должно быть качественней. Это решение каких-то старых проблем, там, и так далее. Посмотрите на этот кузов. Я клянусь, я бы хотел пообщаться с дизайнером этого автомобиля и спросил, ну, что произошло с тобой, когда ты рисовал этот кузов? Что с тобой произошло? То есть, надо же было вот так обрубить ей это все, да, и никак здесь это не обыграть. То есть, она вот как будто рубанками ее стесали. Здесь у нее переход такой, а здесь ее как будто вот приплюснутая она. И точно так же вот эти, бля, колесные арки, да, пластиковые вот эти, они такие же приплюснутые. Нет, здесь это обыграет. На нее смотришь, она вроде бы большая. Она не маленькая, она огромная. Но когда ты смотришь на нее, в ней нету вот этой, знаешь, широты в ней нету. Вот ты смотришь на нее, она вот такая какая-то. Когда она подъезжала, я еще к коту кричу, ховал чистый. Вот, ну, едет ховал. Сдалека. Пока она к тебе близко не подойдет, ты хуй поймешь, что это 300-й крузак. Она с этой стороны похожа на фини. С этой стороны она, сука, похожа на чироки. Не, она красивее, чем 200-й. Жопа красивее, чем 200-й. Если смотреть на нее сбоку, что на рожу, что на багажник, она как будто со всех сторон припечатанная, нет? Финик, пиздец, как напоминает эта тачка. Именно, знаешь, какой угол? Вот этот. Вот, вот, финик чистейший, чистый вылитый, блядь, финик. Какие изменения произошли вообще в этом автомобиле? Очень многие люди ругали крузак. Ну, и у меня есть знакомые, которые прям тащатся с крузака. Это что-то невероятное. Для них в жизни, это цель в жизни крузак. То есть, люди, по сути, ничего другого не видели. У них рама в башке у самих. И вот они мечтают, сука, о крузаке, да? И есть такие люди, которые ездили на сотки, потом пересели на двухсотку, потом купили себе рестайлинг, потом кханы себе взяли. Они другого ничего никогда в жизни не видели, не испытывали. То есть, у них нету другого. У них в понимании только один автомобиль. Под моей жопой черный крузак, черный крузак, черный крузак. Эй, мам, это не слухи, да я богат, да я богат, да я богат. Прикол, опять же, в чем изменение. И что мне вот здесь, конкретно, в этой жопе понравилось, я прям браво хочу сказать людям, которые над этим думали. Все помнят крузаки с фаркопами. Вот этот ржавый, угандошенный фаркоп. Машина может выглядеть, как куколка, но фаркоп, такое ощущение, как вот фронтовая фотография. Вот он стоит, как елда у коня. Кто-то оставляет его как безопасность, чтобы если въебали сзади машину, ты сейчас смеешься, это так и есть. Чтобы они об фаркоп разъебались, а вот жопу, бля, не дай бог, их нему крузаку не коцнули. Или парканулся, в стену снес ее нахуй и все. Видите, вот здесь такая ниша есть, ну как ее ниша, она, я не буду сейчас ее разбирать, она вытаскивается, аккуратно все. Кстати, в плане разбора этого автомобиля, он весь на защелках. Вот она снимается, вы туда спокойно прикручиваешь, бля, свой фаркоп, делаешь свои дела, бля, потом откручиваешь и ставишь это обратно. Давай так, за 10 миллионов они могли бы поставить электричество, которое выдвигается. За 10 миллионов, за 10 миллионов отсюда должна выпрыгивать сосущая башка. Для ландкрузера это здорово, для тойоты, потому что вот эта вот фундаментальность, вот эта вот хуйня тойотовская, да, вечная, она уже подзаебала. Они уже видать сами поняли, что ну заебал вот этот путь один и тот же дряблый. Ну это уже реально заебало, надо где-то думать. Опа, мне вообще теперь похуй на любой дождь, Ливень, Град, бачу за Ликсан я. Ну, если кто помнит, у предыдущей даже модели, да, то есть у двухсотки, крышка багажника, она была поделена. И очень много людей, которые жаловались, что, типа, ты когда что-то ложишь сюда, ты пачкаешься. Ну, а? Я хочу ложишь, не кладешь, а ложишь, блядь. Это мой канал, блядь, я не русский, мне 50% скидка нахуй. Ложишь, блядь. Кому не нравится, тот пусть кладет, а я ложу, я ложу на тех, кому не нравится, что я ложу. Ну, им не нравилось то, что она была где-то вот так, да, ну и пачкаешься. Многие наоборот кайфовали, то есть ты откидываешь, можешь на ней посидеть, просто припухнуть, да, барана зарезать на ней можно было, фынги банутков, там, и вот у тебя здесь танцы, короче, здесь баранян лежит, короче, и вот ты там, вот эти все вот эти моменты. Что касается отделки, 10 миллионов. Сейчас такой автомобиль стоит минимально 10 миллионов. 10 мультов, это, сука, 5 однокомнатных квартир, 56 квадратов, 5 квартир. Во Владике, ну 2 миллиона в новостройке, ну в новостройке, где-то на 73 этаже, вот так будем, в новостройке, 5 штук, нет, 5 штук, вот, что-то я 10 ебанул, 5 ебать моих однокомнатных квартир, студий, короче, там 5. Слушайте, как пою 10 миллионов. Это, это так 10 миллионов шелестят, это 10 миллионов, это яй в мать ебал, 10 миллионов, просто, бля, пришли в салон, бля, туда, да, увидели ее стоящие, бля, и просто отсосали. 10 миллионов, иди нахуй сюда. Вот имитация строчки стоит 10 милли, 10 миллионов, 10 миллионов, эти пизданутые, сделали имитацию строчки. А знаете почему? Потому что, я вам объясню, потому что Land Cruiser давным-давно уже не автомобиль, который двигается, бля, по необъятным полям Уганды, или Занзибара, или там в Филиппинах, или какой-нибудь бедный индус, ебанул за ним чай собирать, где-нибудь в Мексике по маковым полям. Это уже давно не такая тачка. Land Cruiser, это тачка пафос. Японцы, как по мне, на рынке в России, ну, они просто угадали. Это чистый маркетинговый ход. Кто покупает себе Land Cruiser 300? Человек, у которого есть бабки. Он или предприниматель, или ебать какой бизнесмен, который общается с такими же ебать, какими бизнесменами. То есть, как говорят, деньги притягивают деньги. И окружение, оно такое же. Денежные притягивают денежных. И когда выходит новая трехсотка, ты уже не можешь по статусу себе позволить приехать на двухсотке. Потому что на тебя будут смотреть, как вот, ну, искоса. Типа, у тебя есть бабки, но ты все равно двигаешься на старой двухсотке. Где эти тачки ездят? Хоть один, знаете, на двухсотке хотя бы, чтобы вот, ну, отчаянные люди, которые, ну, пользуют их в целях, да, уезжают все-таки, Макс собирает. Где сейчас ездит двухсотка? Где сейчас ездит трасса? Дорога. Максимум она покупается, если не для себя, то для охранников. Я вообще жалею этих охранников. Это... Они либо стоят все в детейлинг-центрах, их обтягивают пленками, делают на них керамики, бля, что только на них не делают. Лишь бы она никогда не выехала в грязь, не дай боже. Ездят в кортежи. Просто встали 300, 300, 300, 300, 900. 300, 300, 300, это же 900. 300, 300, 600. Ой, 600, блядь, что с моей математикой сегодня? Картежи 600, 300-х ебануло. То есть, это статус, понимаете? Опять же, перейдем к ценовой категории. Если эта тачка стоит в интернете, у официальных, в официальном дилере, официальный сайт, ты заходишь, и она там стоит 7 с чем-то, то ты приходишь, и они тебе говорят 10 500. И это не допы. Это чистая прибыль автосалона, пацаны. Вам никто сюда допы не накинет. Просто статус, понимаете? Человек, который хочет себе прикупить такую тачку, и он не покупает ее не для того, что он кайфует с 300. Просто ему надо соответствовать. И те люди, которым надо соответствовать, они плюс-минус 2-3 миллиона в кармане вообще не чувствуют. Ну, это нет такого. 300-ый, бля, сколько он стоит? 10 500. За 10 300 не отдаст. Там нет такого варианта. То есть, если человек пришел с желанием купить 300-ый, он его купит за столько, за сколько ему скажут. А чтобы соответствовать, деньги никто не считает. Поверьте мне. Поэтому японцы просто выкупили это. Именно у нас в стране. Потому что это айфон, по сути. Это та же самая история, когда выходит 13-ый айфон, и ты бежишь, блядь, продавать свой 12-ый, потому что вышел 13-ый. Тебе надо соответствовать. И все. Либо ты долбень, который, блядь, просто тратит деньги, куда, ну вот хуй ее знает, даже если у тебя это последние деньги. Либо тебе надо соответствовать. И ты бежишь, меняешь 12-ый, чтобы купить 13-ый, чтобы рядом с теми, у кого 13-ый, ты не фаршманулся 12-ым. Здесь то же самое. Чтобы не фаршманулся в кругу таких людей, которые, блядь, могут позволить себе тачку, она и покупается. И японцы это красиво срисовали. Вот вам все, что вам надо знать о Land Cruiser 300. Не новый мотор, хотя какой новый, ему уже 4 года. 3,5 литра. И даже здесь они стали вести себя, как немцы. И те люди, которые прибежали туда и начали отсасывать бачки, блядь, отлизывать у этой тачки, вы бы хотя бы просто задали себе одним самым элементарным вопросом. Во все веки, веки говорю, во все веки, нахуй. Во все века, вот сколько, блядь, существует, вот, вообще, Toyota Land Cruiser, самая большая проблема этой тачки какая? Тормоза. Хоть бы один из вас сказал за тормоза, что они нихуя сделали тачку, блядь, дороже, поменяли ей так, внешний вид. Вы сказали за салон, за эти 12-дюймовые экраны, которые нахуй не нужны. Вы бы сказали, что диаметр тормозных дисков не изменился. Они поработали всего лишь над вентиляцией. Поэтому это говно, которое весит 2,8, она не тормозит. То есть по городу, ну, я не знаю просто людей, которые хуярят по городу вот на этом говне. Эти тормоза остановятся один раз, два раза, потом все, все, потом маргарином по ебалу. Не будет у вас больше тормозов. Но зато надо было отлизать этому 300-му и ничего не сказать за то, что... А что самое главное в автомобиле? Что самое... код? А тормоза это что? Блядь, безопасность. Здесь хуй положили на тормоза. Они какие были, блядь, маргариновые. Такие и остались маргариновые. А так мотор, ну, ничего не буду говорить. Он тяговитый, он приятно едет, у него приятная тяга. Точно так же появилась новая Синовская коробка 10-ступенчатая. Очень здорово переключается. Очень здорово, очень по кайфу, блядь. К этим моментам нету какого-то там... Тем более сейчас только это все появилось. Пока это все обкатается, пока люди поймут все эти болезни и так далее. Поработали над центром тяжести. Уменьшили центр тяжести. Но опять же, на рамной машине вы это не поймете. Плюс сам кузов стал легче. Машина сама стала легче. Она алюминиевая. То есть все в основном, кроме, если не ошибаюсь, задних крыльев, все алюминиевое. Задние крылья остались стальные. Вот вам и ваш Land Cruiser 300, ебать, за 10 миллионов. Вам самим не стыдно покупать автомобиль, где вас наебывают с первым открыванием дверей. Большего даже и не надо. Не надо доебываться до чего-то, что-то себе придумывать, что-то себе здесь искать. Я даже не хочу. Просто я когда открыл дверь в автомобиле, который стоит 10,5 мультов, я охуел. Имитация строчки за 10,5 мультов? Здорово. Вы скажете сейчас, а что купить за 10,5 мультов? Вернемся к людям, которые это покупают. Те люди, для которых 1,5-2 мульта, это так, ну, семочки пощелкать. Ну, я вам скажу, бля, ребят, GMC Yukon, который стоит 12,5 миллионов. Он, это Denali, по-моему, стоит 12,5 миллионов. Где-то приблизительная цена GR Sport. Или Cadillac, SK, Escalade. Ебанатичная тачка, бля, лакшери во всех смыслах этого слова. Я не знаю, что может быть круче у американцев, чем Cadillac Escalade. Это сам себе возьми в рот называется. Нихуя, мы покупаем трехсотку, потому что трехсотка статусная. Просто посмотрите на эту кончилыгу. Пластик, посмотрите на этот пластик. Просто вот, ну, ничего не надо. 10,5 миллионов, вы говорите. Кожзам. Это никакая, нахуй, ни кожа, бля, не обольщайтесь. Это кожзам. Вот эти кнопки остались до сих пор. Любую Тойоту сейчас открой, там вот такая кнопка будет. Мягкости вообще никакой нету. Вот, ну, чтобы она мягкая была. Ну, посмотри, вот, ну, это что, я же не пизжу, вот она. Ну, да, здесь сделали обрамление, да, пластиковое. По низам, смотри. Тот же самый удотский пластик. Ты садишься, бля, 10,5 лямов. Вы когда у ёбки руль выровняете? Как до вас дебилоидов донести, что люди заебались влево ездить? Неужели её нельзя выровнять чуть-чуть сюда? Любого человека, который ездит, начиная от сотки, заканчивая до трёхсотки, у них левая сторона атрофированная. Постоянно надо вот так ездить, короче, бля, вот на этой машине и посмотреть, что у тебя там происходит, бля, да? И поэтому сюда постоянно скоро водила снаружи будет. Тысячу обзоров различных, не только российскими блогерами, а по всему миру за это говорят. Поебать! Вот вообще поебать! Наклепали трёхсот, и хуй его навалили на капот и продают. Ты прям чувствуешь, ты едешь, и ты прям чувствуешь, что ты левее. Такой человек, как будто ты шарахаешься от пассажиров. Я сейчас на ней еду, я ездил на двухсотке, ездил на сотке. Да, на ней приятнее ехать, но на ней в первую очередь приятнее ехать, потому что она новая. И первое твоё ощущение, ну, просто потому что она новая. Прям принципиально, если огромная разница между тем, как ты себя ощущаешь в салоне этого автомобиля при движении, я не могу сказать, что здесь есть какая-то принципиальная разница. Они поменяли сидение, здесь появилась какая-то боковая поддержка, но, по сути, толку от неё никакого нету. Ты также находишься в распиздосе. Ну, да, у неё салон стал немножко поинтересней. Чё уж пиздеть. Приятная отделка, допустим, потолка. Вот прям очень тактильно, очень приятно. Опять же, вернёмся к цене этого автомобиля. Блядь, ну как вы можете мириться с тем, вот, блогеры, да, которые рассказывают, какой же всё-таки пиздатый этот автомобиль. Десять миллионов. Вот это, вот это десять миллионов. Посмотри вот сюда. Десять миллионов панель. Возьмите, это имитация строчки. То на рулевое колесо. Это в натуре баранка, блядь. Здесь что мы видим опять? Имитация строчки, блядь. Это пластик, уёбищный пластик. Я кайфую с приборки. Мне очень нравится приборка, потому что, ну, я люблю классический, классическую разрисовку приборной панели. Она мне вот закатила. Сразу бросились на этот 12-дюймовый, блядь, экран. Сейчас удивить 12-дюймовым экраном, блядь, ну, невозможно, да. Он работает нормально. Вообще, по сути, автомобиль, конечно, хороший, да. Есть в нём кайф, есть в нём приколы. Есть преимущества, есть изменения, как двигателя, коробки, шасси. Опять же, моменты с амортизаторами, да. Раньше все любили вот эту пневму, гидро. Амортизаторы, к сожалению, или, к счастью, опять же, для любителей этих автомобилей, ленд-крузеров, здесь её не будет. Здесь не будет ни гидры, ни пневмы. Здесь электронные. Электронная регулировка. Опционально, опять же, в топовых версиях, да, у неё три блокировки. Перед, зад, центр. Ну, то есть, три блокировки. Двигаться на этой машине, ну, блядь, то же самое. Вообще-то, вот, пересядь с сотки на двухсотку, и потом с двухсотки на трехсотку, блядь, все круги ада в двухсотке пройди, пересядь на трехсотку. Как себя эта машина ведёт, ты потом поймёшь, что никакой хуй разницы вообще нет. Мы едем на комфорте, наезжаешь просто на люк со скоростью, ну, 40-60 км в час. Не люк, который упал там, блядь, куда-то в ад. И там не люк, а уже щель. Просто люк и пиздец. Вот ты задним колесом наезжаешь, и вот эта хуйня, его аж потащило в разные стороны. Это что было, ёб твою мать? И ты начинаешь его ловить. Ты переезжаешь в какие-то кочки, и вот это когда-нибудь закончится, ёб твою. А мы довольствуемся. Ну, мы как? Мы кто? Люди, которые, блядь, гонятся за этим. А зато мы, блядь, идём туда, блогеры, и вот... И прям с им кипятком от этого автомобиля рассказываем, что это пиздец. Это хуйня. Столько лет, блядь, любители, бля, лэнд-крузеров ждали что-то новое, и вы дали им вот эту хуйню? Вы серьёзно? Да. Да, блядь. Вы нас держите за долбоёбов? Да. Да, блядь, да, ёбаный дебил, да, 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 блядь. Да, ебанашка, да. Дай мне на секунду камеру. Я вот эту щель хочу показать. Вот так едет человек, который едет на 200-ки, на 300-ки. Вот на середину капота, посмотрите. Ну, это же охуеть, а? Ну, вот как вот это? Что вот это, для чего вообще было придумано? Всё же начинается с чего? С первого, да? Вот это, вот это пульт от автомобиля, который стоит 10,5 миллионов. Ну, что вот это? Даже китайцы делают поинтереснее. Я не понимаю суть этого автомобиля за 10,5 миллионов. Неужели нет ничего интереснее? Повторяется история Гелика. Когда говорили Гелик, ебачу за тачка проходимая, а по сути никто на нём нахуй в горы не выезжал, ну и она сейчас стала абсолютно городским автомобилем. То же самое происходит и с Toyota и Land Cruiser. Я думаю, 400-й уже будет седаном. Краун въебут с двух сторон и сделают 400-й. Ни назад садиться не хочется, нихуя, потому что, ну, нечего просто за это разгонять. Вот людям, которые, блядь, так облизали этот автомобиль, скоро вам понадобится оттоларинголог, потому что заглатываете вы прям знатно. Посмотри. Ну, ебать, посмотри. Ну, я не делаю уже никаких усилий, по сути. Но вот, хочешь, там попробуй, чтоб кто-то не сказал, что я там, ебать, как его выгибаю, там ещё что-то. Комфорт здесь есть. Дороговизна такая мнимая, конечно, она здесь есть. Ну, нихуя здесь имитация, строчки за 10,5 мультов. Я бы им китайским шёлком бы панель обтянул за 10,5 мультов. 12 века, с династии Цинь, Сю Цзиньпень, да, хуй суй чай, вы суй сам попеет. Такое ощущение, как будто вот эту обшивку делал, делал плотник. У меня такое ощущение, что это Рашид делал. Честно, Рашид, если ты занимаешься картами дверными на крузак, то маячни, я тебе много клиентов подгоню на Ниву. Они тоже хотят такие дверные карты. Вроде бы места в ней должно быть тоже много, да? Но нихуя, посмотри. Вот это максимум, что я могу себе позволить в этом автомобиле. Я всё, я скован в движении вот этими вот, блядь, Рашидовскими темами, подиумами, хуй я знаю. Ты посмотри, сколько места она занимает. Ну, что в ней есть? Ничего. Матовая кожа, пока она матовая, потом ты знаешь, что с японской кожей происходит. То же самое и по ковролину. Он очень тонкий, очень ещё. Посмотри, что здесь происходит. Фаланги засунули, руки, блядь. Я не делаю никаких усилий. Просто вот сижу и шатаю вот это всё. Как ещё людям надо сказать, на каком языке вот это крикнуть, чтобы вы поняли, что вас наёбывают. Из года в год мы как терпилоиды. А так, в основном, всё неплохо. Ебать, если бы у меня 10 мультов было, мне бы тоже было плохо. Вот эти помощники реально здесь работают очень мерзко. На полосу там. Я сейчас ехал, я на самом деле испугался. Вот что это за хуйня? Я на полосу наехал, и она меня сама откинула. Так можно на скоростях руль нечаянно бросить и улететь вообще куда-нибудь. Но я чуть на полосу заехал, и вот этот помощник меня загнал обратно. И ещё, учитывая то вообще, как кренится, блядь, любая рамная, бля, Тойота, как она кренится, она тебя ещё уводит. Ты же, ох, ёптвою мать, что произошло? Ну, это может быть мои загоны, может, я к этому так отнёсся. Чё за прикол этот? Вы бы ещё этот, кассетник сюда вернули. Я не знаю, просто ещё люди слушают диски. Кого-то заморозили из знакомых в начале 2000-х? Есть у тебя такие замороженные? Только отмороженные. Ещё бы в натуре сюда геймбой, блядь, строили. Я большего ожидал от этой тачки. Сколько, 14 или 16 лет выпускали Land Cruiser 200, и люди уже от него просто заебались. Сколько у него рестайлингов? За 16 лет ты обязан был дать что-то новое. Что получили любители Land Cruiser'ов? Новую 200-ку. Очередной рестайлинг 200-ки. Я больше плюсов в этой машине не вижу. А, есть. Имитация прострочки. Вот такой был обзор. Мой обзор, как всегда. Прямой, честный. За что купил, за то продал. Без выебона, без защеканистых движений. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Ставить лайки или дизлайки, конечно, только ваше дело. Комментируйте это видео, чтобы оно поднималось в топ. Не забываем скачать дром и реально посмотреть на то, что можно купить за эти деньги из нормального, хорошего автомобиля. А не вот это вот ископаемое за 10 чем-то мультов. Скоро, кстати, не забываем про второй канал. Там будет очень жарко. Мы приготовили для вас что-то очень интересное. Там будут продолжаться проекты. И слава Всевышнему, слава Богу, все пришло, все есть. И мы скоро будем строить две очень-очень изумительные машины. Поэтому давайте, братцы, скоро увидимся.